Позитивные изменения произошли и в школах Старецкого муниципального округа, где реализован целый комплекс мер по улучшению условий пребывания учеников. В частности, в Новой Ямской школе заменено оборудование в пищеблоке, а в Старецкой средней школе возведен стадион. Об этом не только в нашем следующем материале выпуска. Реконструкцию пищеблока, столовой и обеденного зала в Новой Ямской школе начали еще в прошлом году. За счет средства кружного бюджета был отремонтирован обеденный зал, полностью заменена мебель. Следующий этап – реконструкция пищеблока. Планировалось заменить оборудование, сделать ремонт отсеков пищеприготовления. В этом году это удалось воплотить. Подход к ремонту такой – собрать деньги из разных источников и сделать что-то одно, но важное. На свои деньги приобрели посуду, кухонную утварь, которая, кстати, для школьных столовых специальная и недешевая. За счет денег из так называемого Депутатского фонда председателя законодательного собрания Сергея Голубева закуплено оборудование для приготовления школьной еды. В комплекте этого оборудования есть и пищеварочный котел, который необходим для приготовления большого количества пищи, поскольку столовая наша работает не только для наших детей, но и еще кормит одну школу. Это Старецкая средняя школа, которая находится на территории нашего Старецкого района. Это и новый духовой шкаф, при помощи которого выпечка очень замечательная, вкусная получается в нашей столовой. Это и котломоечные ванны. Все то, что необходимо на данный момент для организации правильного горячего питания в школах. Еще один пример мероприятий по улучшению условий пребывания учеников. В Старецкой средней школе в этом году появился собственный стадион. Объект построен в рамках областной программы по строительству открытых площадок и школьных мини-стадионов. Цена вопроса 15 миллионов рублей. То, что сегодня стадион создан, можно рассматривать как реализация мечты наших мальчишек и девчонок. Потому что ни одно поколение выпускников мечтали, чтобы был свой школьный спортивный стадион. Чтобы можно было заниматься разными видами спорта. И волейболом, и баскетболом, и футболом. Стадион едва появился, уже стал востребован. Занимаются не только школьники, люди среднего и старшего возраста, дети. Уже проведено несколько соревнований районного областного уровней. В планах на следующий год установить рядом со стадионом детскую площадку, сделать ограждение. Последнее весьма актуально сейчас. Футболисты в Старице довольно сильные. И сетуют, что порой приходится искать по близлежащим огородам улетевшие во время матча мечи. Еще один объект округа, на который стоит обратить внимание, дорога в направлении поселка Степурино. В поселке Большая школа детей возят из нескольких населенных пунктов. Состояние дороги, по которой ездили в том числе и школьные автобусы, было, мягко говоря, не очень хорошим. В этом году округу удалось войти в программу регионального Минстроя. И на реконструкцию дороги из областного бюджета выделили более 225 миллионов рублей. Выполнена большая работа. На протяжении 30 километров заменено покрытие. И эта дорога, хочу сказать, что регионального значения, это не местная дорога. Поэтому это чисто программа региона по восстановлению дорожного покрытия. И сегодня мы видим, как из года в год, из месяца в месяц, за дня в день увеличиваются потоки посещения нашего муниципального образования. В том числе и гостями из московской агломерации, московской области. Таким образом, новая дорога – это еще и экономический аспект. Деньги от туристов, поток которых в Старицу за последнее время постоянно растет. Преображается и сам город, новые тротуары, масштабный ремонт дорог, благоустройство, мест отдыха и многое другое. То, что за последние годы Старицкий муниципальный округ и город Старица изменились, это видно неруженным глазом. И действительно, здесь и внимание руководства района, и руководства области сказывается. Это касается и внимания к образовательным учреждениям, и это касается и новых точек притяжения как туристов, так и местных жителей. Здесь в качестве примера Степурина можно назвать с новой школой и с возможностями трубоустройства. На экографарминге и, безусловно, станционный дом культуры, который вот сейчас отремонтирован. В округе продолжаются работы по газификации, идет ремонт домов культуры. Во много все это благодаря активному участию территории в различных программах. В частности, в этом году реализовано более 40 проектов в рамках программы поддержки местных инициатив.